Привет, друзья! Сегодня у нас пойдет речь о таком ресурсе, в котором мы все с вами равны. Даже при том, что в этом несправедливом мире все ресурсы распределены неравномерно, все равно остается один пункт, где у всех людей на планете абсолютно равные возможности. Это 24 часа в сутках. И то, как у нас получается распоряжаться этим ресурсом в 24 часа, уже влияет на все остальные блага и достижения. Я думаю, я не открою никому Америки, что управление временем в современном мире зовется тайм-менеджментом. Это, по сути, целая наука, которая базируется на огромном опыте попытки не потерять ни одной ценной минутки. Понимаете, я пронзил время! Я добился своего! На своей практике я пришла к выводу, что все мои попытки изобрести велосипед и 25 час в сутках были полезны только в немногих случаях. Ох, как это глупо! И разумнее было бы еще энное количество лет назад почитать хотя бы одну книгу по управлению временем. Благо, этих книг с техниками сейчас навалом. А совсем недавно и почти случайно я узнала, что в нашем славном Орле есть тайм-менеджмент-клуб от общероссийского общественного объединения Лига Время. Я вам сейчас все объясню. Раз в месяц ценители времени собираются в каворкинге и делятся своим опытом, как они умудряются идти в ногу со временем. И заметьте, встречи проходят без никаких дурацких денег. Все хорошее – это бесплатно. Все хорошее – это доступно. Основная задача Лиги Время – это распространение культуры бережного отношения ко времени. Поэтому продавать это – это цинично. Мы знаем, что тайм-менеджмент – это не просто управление временем, это управление своей жизнью. Поэтому мы жизнью не торгуем. Я побывала на паре таких встреч. И знаете, это довольно полезно послушать других людей в оффлайн-режиме. Это я удачно зашел. Для 21 века, когда те же самые технологии YouTube позволяют нам перенимать опыт людей, которые живут от нас в тысячах километрах, возможность прислушаться к тем, кто живет в нашем городе – это даже необычно. Каждая встреча посвящается определенной теме. Направление встреч задает гуру российского тайм-менеджмента Глеб Архангельский. Пара новых техник, пара часов активных обсуждений и целый месяц для внедрения чужого опыта в свою жизнь, чтобы потом снова собраться и обсудить результаты. Есть несколько событий в жизни, которые являются ключевыми. Я не следил за деятельностью Лиги «Время», я не видел анонс, я не присутствовал 2 февраля 2017 года на установочном съезде, но Глеб Архангельского я читал и ранее. И когда я достаточно, говорю еще раз, это несколько событий, которые являются ключевыми, я узнал о создании Лиги «Время», то первая мысль была – я с удовольствием стану посещать. Если кто-то создаст клуб и будет его вести, таковых не нашлось. Поэтому первая причина – просто нет альтернативы. А вторая – те идеи, которые доносятся Глебу Архангельскому, Ольге Стреловой, Стрелковой в рамках Лиги «Время», они мне близки, это мой лайф-менеджмент, управление жизнью. Поэтому и основной термин – тайм-менеджментом нельзя заниматься в одиночку. На своих клубах, на наших клубах мы совместно с участниками берем на себя обязательства, выполняем их, делимся мнением. У нас в Орле такого формата я не встречал. Что я вынесла из-за всего на данный момент? Что все индивидуально. И если какой-то метод подошел одному человеку, совсем не обязательно, что он подойдет другому. Самый простой пример – это ведение ежедневника. Насколько я поняла, процентов 80 людей по-прежнему пользуются бумажными носителями, таскают с собой увесистые блокноты и ручки. Я формирую свой ежедневник. Я пробовал подбирать их, мне нравится, опять же, вид, качество бумаги. И начинаю с того, что пишу план на год. То есть у меня план по месяцам на год расписан. Сюда включаются какие-то дни рождения, людей, которые я хотел бы поздравить. Здесь записаны какие-то памятные события. С этого я начинаю. Дальше я расписываю те дела, в которых уже люди набиты. Какие-то встречи, какие-то посещения семинаров. Допустим, опять же, кто занимается творческой работой. Это по плану какой-то там, адекционный, не знаю. Есть же план? Контент-план. Контент-план. То есть достаточно. И вот ты всегда можешь его снять все. Не составляйте большие списки дел. То есть мне уже, видишь, позволяет разбить на год, на месяц, вынести их в месяц. И раскидывать их по днях. Самое главное, что мне не надо держать это в голове. Все вы знаете выражение. Самый тупой карандаш острее, самый острый памятник. Что записано здесь, не дайте забыться. Да, у меня есть тоже. И самое главное, не надо будет изо дня в день переносить одну и ту же задачу. То есть ее можно спорминать, допустим, простой пример, да, вот мы говорили о лягушках. Неприятные дела. Я его один раз занес в день, да, там, в расписание дня, не выполнил в какой-то причине. Второй раз занес. Я уже даже понимаю, оно мне перед глазами. Либо я его вообще вынесу из контекста, либо я его, ну, соберу с силами, уже и выполню. Ну, как бы, есть рекомендация выписать такие дела в отдельный список. Он у меня тоже есть в начале. Вот. И выполнять каждый утро седать по одной лягушке, так называемой. Это, самое главное, это тоже мотивирует. То есть настроение в течение дня поднимается значительно. Я много лет пыталась приучить себя записывать все свои дела в бумажный ежедневник. Но периодически это натыкалось на самосаботаж. Безобразие просто. И потом я просто все носила в своей голове и без конца прокручивала списки дел, чтобы, не дай бог, ничего не забыть. В итоге я наконец-то додумалась, что ежедневник можно везти в телефоне. Гениально. И это стало настоящим спасением. Он еще и напоминает мне, чтобы я ничего не забыла. Для текущих задач я пользуюсь приложением Your Task. Для долгосрочного планирования у меня есть Trello. Здесь даже есть списки, что купить в обозримом будущем. И это отлично разгружает голову. Пусть мой телефон помнит все, а не я. И вариантов, что я потеряю телефон вместе со своей важной информацией, я не боюсь. Потому что в век технологий все синхронизируется, и архив находится в облачном хранилище. Логично. Не правда ли? Планировать нужно все. Даже какие-то мелкие бытовые вещи. Я вот на полном серьезе. Пишу даже, когда мне нужно вымыть унитаз. Это дело общественное. По себе знаю, если держать это в голове, то он будет долго не вымытым. На прошедшей встрече ТМ-клуба кто-то озвучил мысль, что даже сон нужно планировать, чтобы не засиживаться дольше положенного. Первое – это значительно качественно улучшить свою жизнь можно. То есть предлагается и второй сразу – это простые инструменты, которые можно использовать в повседневной жизни. И они доступны любому человеку, зная о них. Для этого не надо обладать определенными навыками и знаниями. Их необходимо просто внедрять. Ежедневно, методично. Мы знаем, что не все дается в жизни просто так. А точнее, ничего не дается. Поэтому систематически прорабатывая, мы можем достичь огромных результатов. То есть опять это управление жизнью. Расскажите, как вы распределяете свое время. Мне очень интересен ваш опыт. Вдруг кто-то из вас знает, как не допускать воровства времени у самого себя. Я думаю, это знание будет полезно не только мне, но и всем остальным.